Ижи меня подманула, ижи меня подвела, ижи меня молодого зуматразма. И перестать не черви, доклялся на крови, везет к десмерти, повезет к тебе. Мастер Макурмет, Тотандастар. Здравствуйте, уважаемые соотечники. И я сегодня хочу ответить нашему известному шалу Нурсултану Назарбаеву на тот выпад или видео, которое было вчера распространено по всем средствам масс информации Казахстана. Вообще было очень интересно. Вчера день первого президента, я его называю днем первого самозванца Казахстана. Человек, который присвоил себе должность президента, сделал себе статус, что он является елбасы, неприкосновенный и так далее. И вот, представьте, такой у него день знаменательный. И выпускает видео, именно обращенное в мой адрес. Утром вчера я выставил видео, которое было сделано на основе его сожаления о том, что Назарбаев вот не простит никогда никаких предателей, что он не собирается простить никого, кто предал его. И в противоречии тому, что он сказал, он здесь заявляет, что вот такой-то предатель, я бы его простил. Вот два его ответа, взаимоисключающих. Но смешно, что именно вчера я выступал и писал посты и показывал, что тот человек, которому он доверяет очень сильно, Карим Масимов, нанес ему жестокий удар. Организовав по его же поручению иск против его же кошелька Булатова-Тимуратова, он попал в капкан. Попал в капкан сам Нурсултан Назарбаев вместе со своим окружением. Потому что там решением английского суда арестовано огромное количество активов. Список этот у меня на руках, он есть в судебном решении. Сегодня я опубликовал название банков, где содержатся миллиарды долларов якобы Булатова-Тимуратова, но на самом деле это Нурсултан Назарбаева, потому что в этом же иске говорится, что Булат Утимуратов держит активы в пользу Нурсултана Назарбаева. Ну я этому не удивляюсь, что это произошло, потому что сейчас я буду цитировать слова Нурсултана Назарбаева. Чтобы вы поняли, что страной длительное время руководил отсталый человек, малообразованный, с корявым оборотом слов разных. Он не может даже нормально произнести мысли. И я их процитирую, что он имел в виду. Ну собственно именно поэтому у нас страна такая отсталая, корявая. Все, что мы делаем, это мы поставляем сырье, нефть, металлы, газ, которым наградила щедра природа территорию Казахстана. И все, все остальное, это вы знаете, на эти богатства, которые растекаются в значительной части в карманы Нурсултана Назарбаева и его приближенных, строятся и Астана, или какие-то здания, торговые центры, базары Булата Назарбаева. И все, у нас экономика как таковой нет. Каждый раз, когда происходит падение цен на это сырье, у нас происходит обвал тенге и так далее. Вот собственно такую экономику мы получили его в наследство Советского Союза, вот эту часть сырьевую, и она эксплуатируется, и у страны нет ничего. Если посмотреть этот фильм, он вообще, честно говоря, очень забавный, смешной. Я как раз вчера говорил, что Нурсултан Назарбаев это национальный предатель, предатель нашей страны, предатель народа. И здесь, в противовес моим словам, как бы заочная дуэль, выбрасывается ролик сначала, что он не терпит предателей, никогда их не прощает. А затем, когда я вчера провел приблизительно в это время прямой эфир, называя его именно национальным предателем, через несколько минут появляется это видео, в котором он меня называет предателем, предателем страны. Ну, собственно, и в иски, которые подал БТА-банк, именно Карим Асимов, манипулируя зятем Имангали Тасмагомбетова, Кенисом Ракишевым, там так и описывается. Но только Назарбаев себе присваивает роль народа, там написано, что Мухтар Аблязов уже более 10 лет является врагом номер один народа Казахстана. Ну, давайте мы сейчас поймем, что такое народ Казахстана в понимании Нурсултана Назарбаева. Так вот, первая фраза, которая произносится Нурсултану Назарбаеву, он говорит, что, ну вот беглецы некоторые бегут из страны, я бы их простил. Они украли, убежали, я бы их простил, пусть бы они на кон вернули бы деньги, и тогда бы я их простил, пусть бы они покаялись. Слышите, это оборот бандита, то есть он бы простил ни суд Казахстана, ни система, которая у нас существует, прокуратура, ни следствие. А Нурсултан Назарбаев, он и посадил в тюрьму, он и простил, законов не существует, вообще не существует ничего, только Нурсултан Назарбаев все время говорит, я бы простил, я бы сделал это. Я подписал прошение о помиловании и так далее, и так далее. Вот, и давайте мы пройдемся по его фразам. Кстати говоря, он говорит, что я сделал обращение, я бы простил, но никто не откликнулся. А кто может поверить этому бандитам, этому лживому бандиту, который 30 лет обманывал страну, говорил, что у нас будет крутая страна, и в итоге крутые стали только сам Назарбаев и его родственники, которые присвоили гигантские активы, миллиарды, десятки миллиардов долларов. Ну давайте мы пройдемся по всем его фразам. Ну, следующее. Назарбаев говорит, он, Назарбаев, молодого назначил министром. То есть, меня назначил, понятно, не парламент, не кто-то, а Нурсултан Назарбаев. Ну, в связи с тем, что сейчас целое поколение молодежи выросло, они не знают ни историю, ну, собственно, и самого Назарбаева они представляют только как полубога, которого все время представляли в школе, как вот отца нации. Мы сейчас видим, как маленьких детей составляют учить стихи, петь песни, посвященные Нурсултану Назарбаеву, и они другого не знают. Поэтому они должны знать правду, знать правду от тех, кто знает лично Нурсултан Назарбаев, участвовал в строительстве нового государства, плодами которыми пользуется это в большей степени политическая верхушка страны. Итак, он говорит, что назначил меня молодого министра, и я проворовался. Я хочу сказать следующее. В 97-м году, в июне, я был назначен руководителем энергосистемы страны. При этом меня несколько месяцев минимум до этого уговаривали, а до этого год во мне вообще говорили, не приходи в правительство, если ты не пойдешь работать в правительство. Когда мне был 31 год, даже назначили министром, но я на следующий день отказался, потому что я не мог в тот момент работать в правительстве, потому что у меня была компания, бизнес, я отказался. Так вот, в 97-м году летом я был назначен руководителем энергосистемы в ситуации, когда в стране был жесточайший кризис, когда останавливались промышленные предприятия. В Шимкенте люди, наверное, хорошо помнят, когда не было газа, не было электричества, и в зимнее время вы выносили казаны на улицу и готовили прямо на улице в многоэтажных домах. Кентал тогда мерз, и в сутки подавали электроэнергию на 2-3 часа. Я думаю, многие из вас помнят этот период, 97-й год. Вот в этих условиях я пришел руководить энергосистемой, когда сначала мне угрожали, потом просили. Я пошел не ради каких-то выгод или чего-либо, просто я решил помочь стране изменить ситуацию. И мне удалось за 9 месяцев добиться успехов, которые общепризнены на как минимум постсоветском пространстве. Это самые сильные реформы в энергосистеме. И то, что сейчас именно наша энергосистема, электрические сети, магистральные, принадлежат государству, это заслуга именно моя, с моей команды, которой я зашел и создал, и организовал внутри этой энергосистемы. И именно в 97-м году уже было принято решение отдать иностранной компании за 5 миллионов долларов в концессию, минимум на 15 лет, всю энергосистему страны. Думайтесь, за 5 миллионов долларов, 9 месяцев работы команды, которые я завел в энергосистему, привело к тому, что оценка активов, которые вчера считалось ничего не стоит, из-за них были готовы правительство получить всего лишь 5 миллионов долларов, они стали стоить за 9 месяцев минимум 1,5 миллиарда долларов. Это было сделано за 9 месяцев. И далее, когда удалось вообще стабилизировать всю энергосистему страны, построить рыночные реформы, наладить мощнейшую систему управления, я был приглашен работать министром энергетики. И не то, что приглашен, несколько месяцев я отказывался, опять на меня оказывалось давление. А про энергосистему тогда говорилось так, что Мухтару Аблязову отдали то, что невозможно восстановить. Это могут восстановить только крупные иностранные компании, влив миллиарды долларов. Это для нас спасение, они считали, что нужно отдать иностранцам. И вот в результате 9-месячного периода работы удалось все сохранить в государственной собственности. И сейчас эти активы стоят миллиарды долларов. Не 5 миллионов, не миллиард, а миллиарды долларов. И, конечно же, когда меня пригласили возглавить министерство так называемой энергетики, тогда как раз был азиатский кризис. Опять же останавливались предприятия экспортные, нечего было продавать, потому что спроса в мире не было. И миллионы людей теряли работу. Именно в этих условиях, опять же, Назарбаев меня убеждал, уговаривал возглавить министерство энергетики, индустрии и торговли. И после отказа первого, опять же, я вернулся, сказал, хорошо, я буду возглавлять, но сразу на берегу поставил условия и потребовал себе широких полномочий, которые мне позволяли фактически организовывать реформы быстрыми темпами, не ориентируюсь, не ожидая от него указаний. И, конечно же, я сразу потребовал, что он не может смешиваться в мою текущую деятельность, назначать замминистров или кого-то, что это мои полномочия, что и было сделано. И опять же, я пришел туда по просьбе многих, кто меня знал, видели, как мы организовываем реформы. И я пришел именно в ситуацию, когда была критическая ситуация, и это была с моей стороны просто помощь. Тогда я еще считал, что Назарбаев может быть тот самый президент, который справится с переходом на рыночную экономику. Конечно, у меня было немало сомнений, я по этому поводу много писал, но еще был тот период, когда я был готов сотрудничать. Я пришел, возглавил министерство, и это стало ведущим министерством страны. Опять же, в правительство были заведены десятки молодых людей, и тогда опять же эти реформы, которые осуществляло это правительство, молодое правительство, потому что у нас были замминистры по 28 лет, по 30 лет, по 27 лет. Возглавляли крупные национальные компании люди до 30 лет. То, что позже происходило в Грузии, когда мэром Тбилиси был 29-летний молодой человек, когда министр экономики был 30 лет, это было в Грузии, это все у нас было в 98-м и 90-х годах. Именно благодаря тому, что целая волна людей, именно бизнесменов пришли в правительство, они были настроены построить новую, сильную, независимую страну, благодаря тому, что именно были такие вот настроения у этой волны, удалось выйти из кризиса, и вообще, без какого-либо падения уровня экономики, удалось удержать страну и снова двинуться вперед. Это было в 98-м, 99-х годах, когда удалось получить энергонезависимость от соседних стран, от России, от Узбекистана, от Кыргызстана. Это был тот самый период, когда в нашей стране не было производства самоэлементарного, ваты, кетчупа, самого простого. То есть у нас страна ничего не производила, все было остановлено. Именно наше правительство сумело это реформировать. И, конечно же, именно в этот период мы блокировали все возможные решения по передаче любых активов в карманы у султана Назарбаева. Он ранее, еще при Акижане Кожигельна, присвоил основную часть промышленности нашей страны, крупнейшие металлургические предприятия, как Кармит Комбинат, которые рыночные стоимость всего минимум 6 миллиардов долларов была, потом время показало, он их бесплатно передал. Цинковые предприятия бесплатно. Балхаш Мыс, Казах Мыс, вот эта вся группа джизказганская, крупнейшие предприятия, на которых, по сути, висели целые города, тоже ушло в карманы у султана Назарбаева. Крупнейшие нефтные компании, типа Магистал Нагаз, тоже ушли у султана Назарбаева. Павлодарский нефтеперерабатывающий завод тоже ушло у султана Назарбаева. Это все было в период, когда премьером страны фактически был Акижан Кожигельн, который подписывал массу решений в пользу у султана Назарбаева. И когда я пришел, возглавил министерство энергетики, мы блокировали вот все, что может уйти в карманы у султана Назарбаева. Я сам лично блокировал. Я не подписывал кучу соглашений, трижды подавал в отставку, не соглашался и говорил, нет, этого не будет. И в связи с тем, что в стране был кризис, он был вынужден терпеть меня. Он сейчас говорит, что он меня назначил. У нас с Назарбаевым был как-то разговор. Он, знаете, все время присваивает себе. Ну, вплоть до того, что когда он столицу назвал именем Астана, это Астана, это моя группа называлась, Астана Холдинг, Астана Моторс, с названием Астана. И он даже тогда присвоил, присвоил столице имя Астана, но предварительно у меня спросил, а почему у тебя компания называется Астана? Я говорю, Астана, столица, это мы столичная компания была, были в 93-м году, когда в 92-м году мы это называли, еще столица была в Алма-Ате, мы называли Астана, потому что на русском, казахском кириллице пишет одинаково, на латинице, на английском языке буквально меняешь, что называется, две буквы, звучит одинаково. Я ему все это рассказываю, и через короткое время он выходит и объявляет столица, меняется на имя Астана. Смотрите, он воровал все. Этот человек абсолютно лживый и неблагодарный. И когда я пытался уйти с должности министра, потому что я был не согласен с тем, что он на ключевые позиции расставляет своих близких родственников, они просто воровали, уходили безнаказанно, я категорически был против и ушел в отставку, ему четко сказав, что я не могу строить вместе с вами клановое государство, клановое государство, которое контролирует родственники на султана Назарбаева. Я не вижу будущее у такой страны. Именно у меня в 99-м году в октябре состоялся такой разговор, когда он меня убеждал, уговаривал остаться, я сказал нет. Вот с этого момента началась у нас история конфликта. И когда он говорит, что якобы я проворовался, я хочу сказать следующее. В ноябре 2001 года мы объявили о создании движения «Демократический выбор Казахстана». И против меня через полгода были возбуждены уголовные дела в 2002 году и придумали обвинения четырехлетней давности, включая одно из обвинений, что я пользовался сотовым телефоном государственной компании «КиГок» и наговорил по нему на несколько тысяч долларов. Вот такого рода были обвинения. И другие были обвинения, они все были смешные. И когда он говорит, проворался, а что же тогда, когда я был министром, мне не предъявляли никакие обвинения, а стали придумывать эти обвинения тогда, когда я объявил вместе со своими товарищами о создании движения «Демократический выбор Казахстана». Поэтому это лживое утверждение Нурсултана Назарбаева. Более того, в январе 2002 года, когда мы провели митинг в Алматы, вышло на улице где-то около 8 тысяч человек, он был насмерть перепуганный. Он был перепуганный, он мне звонил, и были свидетели этого разговора, Хайрат Килимбетов, это у него в кабинете был, он был замминистра финансов, и он слышал, как Назарбаев меня умолял, упрашивал и говорил, остановись, ты что делаешь, ты что хочешь, гражданскую войну, он был напуган. И вследствие этого я с ним встретился у него в резиденции в Астане, и свидетелем был тот самый Булат Назарбаев, извините, Булат Утимратов, который сейчас находится, судя по всему, под домашним арестом, он был ближайший помощник. Разговор был четырехчасовой, и он спросил меня, Назарбаев, свидетели нам нужны, или мы будем говорить один на один. Тогда я ему сказал, наступит время, и вот этот рядом человек, Булат Утимратов, он все равно скажет правду, поэтому пусть сидит и слушает. И разговор соуроз Назарбаева начался, когда он требовал, чтобы я ушел, не организовал оппозицию, не боролся, не перестраивал политическую систему, и четыре часа были непрерывной угрозой, и в какой-то момент он мне сказал, что я тебя сделал, я тебе помог, как вчера это прозвучало в эфире, я у него спросил, а у нас в стране миллионы бедных, кто сделал ли жизнь такой несчастной и бедной? Ну, султан Назарбаев, он же берет на себя ответственность, говорит, я тебе сделал, то есть он всех породил, сделал, он говорит, нет. Я говорю, может быть, вы мне образование дали? Я учился, может быть, потому что вы меня финансировали, а не мои родители? Может быть, это вы жили в общежитии, а не я, а я жил во дворцах? Может быть, вы меня сделали бизнес, какой-то один маленький заводик подарили? Или вы меня выдавливали везде, а ваш зять нападал, захватывал мой бизнес, сажал людей моих в тюрьму, которые со мной работали? Это кто делал? Я или ваш зять по вашему приказу? Или когда я пришел возглавить энергосистему? Кто меня упрашивал, чтобы я туда пришел и реформировал энергосистему? Не вы ли говорили, как ты сумел это сделать? Объясни мне. Удивлялись, что это вообще можно сделать за короткий срок. Что вы мне сделали? Чем помогли? Кроме того, что отбирали мой бизнес? Булат Утимуратов был свидетелем, он слышал, он сидел рядом, был напуган, потому что у нас разговор был такой лобовой, очень резкий. Поэтому, если что-то я в жизни добился, я добился вопреки вам. Работал я не на вас, а на страну. Если вы хотите чего-либо изменить, то делайте, не пытайтесь меня запугать, что посадить в тюрьму, отберете и так далее. Затем он перешел уже на уговоры другого характера. Давай я тебе нефтяные месторождения дам, а давай я тебе, что ты хочешь дам, в любую должность, вот в любую, он сказал. Ну, говоря, хочешь премьером стань, хочешь руководить администрации президента. Предложил мне возглавить штаб по выбору президента. Я от всего отказался. Это был разговор. В январе 2002 года и через два месяца он посадил меня в тюрьму, потому что я для себя решил, что с этим режимом мне не по пути. И когда он рассказывает, что потом, якобы, меня посадил в тюрьму, меня посадили в тюрьму именно за мою политическую деятельность. Дали шесть лет. И вот представьте, что Назарбаев говорит, что он меня помиловал, я писал письма, писали родственники письма. Ну, мои родственники вчера звонили, спрашивали, а кто из родственников писал, мы что-то не помним. И моих писем там он не найдет. И он говорит, что я его простил и воспользовался, что он президент страны, помиловал, а ведь могли ему и больше дать. То есть, представьте, это не суд, ни кто-либо, ни обвинение, а Назарбаев мог дать больше. Да, когда я сидел в тюрьме, ко мне приходили, говорили, что я должен отказаться от политической деятельности. Пообещали конфисковать весь бизнес, что и сделали. И большая часть этого бизнеса перешла к Назарбаеву и к Утюмуратову в том числе. Они собственники значительной части бизнеса с названием Астана, вот которым владеет Нурлан Смогулов. И масса другого бизнеса они просто разграбили. Так вот, теперь, если он говорит о помиловании, эта часть многих интересует, хотя я давал множество интервью, я хочу сказать, что нахождение в тюрьме, я готовил там побег из этой тюрьмы, я для себя решил, что я буду бороться с режимом. Именно тогда, в тюрьме, когда я сидел на голодовке, я решил, что это мой единственный путь. Я решил стать непримиримым борцом и сделать такие действия, которые приведут к смене этого лживого воровского режима. Я решил этому посвятить свою жизнь. Да, меня там пытали, они там меня травили, врачи независимо приезжали, сказали, что у меня поражены все внутренние органы. Я все это понял и решил просто сделать маневр и выйти и всю свою жизнь посвятить только тому, чтобы добиться перемен в нашей стране. Посмотрите, что Назарбаев говорит. Он говорит, ну что ему там не хватало, 10 костюмов там может мог одеть, 10 в рестораны сходить, банк, гамбургеров съесть, сколько угодно. Посмотрите, мышление этого человека. Для него оказывается съесть гамбургеры, 10 костюмов, 10 раз в ресторан это цель жизни. Это цель жизни. Мы имеем руководителя страны, которые извините, думают категориями что съесть и что одеть. И все. Он не говорит, что мы должны построить крутую страну, свободную страну. Она должна быть сильной во всех отношениях. У нас должна быть образованная нация. Мы должны иметь сильную науку. Наши ракеты должны также летать в космос, как у американцев, у французов, у кого угодно, у передовых стран. Мы должны построить процветающую страну. Он не об этом говорит, он говорит о гамбургерах, он говорит о каких-то 10 костюмах, о каких-то ресторанах. Вот оказывается цель жизни того самого президента, который контролировал страну и контролирует более 30 лет. Вы понимаете, почему в нашей стране так все плохо? Вы понимаете, что нашей страной руководит вообще человек отсталый? Смотрите, какая фраза, откройте, послушайте. Имел какой-то, я имел какое-то что-то в стране, как он сказал, имел какой-то что-то. Он даже не может высказать свою мысль четко. Это был президент нашей страны и вот мы имеем то, что имеем. 10 пиджаков, гамбургеры, кингбургер, который сейчас владеет Булат Утимуратов, это вот Назарбаевское предприятие, поэтому слово гамбургеры выучил. Вот такая отсталась страна. И вот я в этой тюрьме окончательно понял, что нам не по пути с этим режимом, никаких компромиссов не может быть. Я вышел из тюрьмы и обратите внимание, я уехал жить в Москву. Мне не давали заниматься бизнесом в Казахстане, я уехал в 2003 году в Москву. А что он говорит Назарбаеву? Опять врет. Он говорит, он вышел из тюрьмы, писал, уговорил его и он вернул меня в банк. Чей банк? БТА банк это был мой банк, я его купил на аукционе, я его развивал, сформировал разной командой и он говорит, я вернул его в банк. Видите, как он воспринимает? Что оказывается, это его банк, это не мой банк, который я купил и выстраивал. Оказывается, это, но Султан Назарбаев решает, когда я в английском суде это рассказывал, он не мог понять, как это вообще возможно, он акционер, он председатель советы банка, как он может вас назначить? Ну вот он сегодня, точнее, вчера проговорился, я его назначил. На самом деле, опять же, я приехал и возглавил свой банк, потому что мой партнер младший, Иржан Тачев, погиб на охоте в 2004 году, а в феврале 2005 года Назарбаев уговаривал меня приехать в Казахстан для переговоров. Я это принял трудное решение, потому что мой приезд мог просто привести к аресту, потому что 2003-2005 год я организовал оппозицию, была создана партия демократический выбор Казахстана в мае 2004 года, но она смогла проработать всего полгода, была ликвидирована, объявлена экстремистской по требованию на султана Назарбаева. И в тот период, как раз в 2004 году произошла оранжевая революция, затем революция в Кыргызстане, Назарбаев был напуган, банк испытывал серьезные проблемы, потому что фактически не было руководителя серьезного, кто бы мог этот вытащить банк, и он уговаривал, чтобы я вернулся в Казахстан, но уговаривал не для того, чтобы я мог заработать какие-то деньги, чтобы был банк успешный, нет, он был напуган, потому что все эксперты говорили, что следующая оранжевая революция будет в Казахстане, после Украины и Кыргызстана, и он решил таким образом как бы купить меня, вот опять же на этой встрече присутствовал Булат у Тимуратов, когда он сказал, ну ты вернись себе свой банк, потом ты должен мне переоформить 50% банка, я тогда для себя чуть позже, я вернулся после этого разговора через 4 месяца, возглавил банк, я вернулся в банк, чтобы финансировать оппозицию, стать публичным человеком, потому что мне не давали возможности высказывать и показывать, куда нужно двигать страну, я вернулся в страну, да, действительно, и тысячи и сотни людей подтвердят, что этот период Мухтар Аблязов организовал оппозицию, финансировал партию Алга ДВК, которая затем опять же была признана экстремистской, люди были арестованы, его председатель Владимир Козлов был посажен на семь с половиной лет, из которых он провел четыре с половиной года в тюрьме и опять же, видите, он врет, потом, смотрите, что он говорит, этот человек говорит, что я украл семь с половиной миллиарда долларов, в самом же иске, которые полно было против Утимуратова, первые фразы, которые там звучат, они говорят, хотя мы получили решение на сумму около пяти миллиардов долларов, а решение не получили, потому что меня не допустили даже защищаться, дефолт объявили так называемый заочный, и сами же пишут, что мы уже более десяти лет пытаемся найти деньги Мухтара Блязова и не можем найти, вот всего лишь на 45 миллионов долларов, как в самом иске говорится, продали часть его имущества и вот такую сумму вернули, а что говорит султан Назарбаев, что мы вот у него взяли банк и из года в год по миллиардами возвращаем украденные деньги, усамбиш, какие миллиарды, покажите мне эти миллиарды, вы украли мое имущество, украли мой бизнес, переписали, подделывали документы, пользуясь согласием Путина в России, просто переписывали мое имущество, мои активы, подделав документы, просто украли, и теперь в английском суде они пишут, мы не можем найти деньги, и о ура, скорее всего, те деньги, которые держат часть Утимуратов, вот там 2 миллиарда долларов, и сами попали в этот капкан, потому что теперь мы имеем список активов Булата Утимуратова, на самом деле они принадлежат Назарбаеву, и все денежные акции, транзакции в этих банках, они попали теперь в руки суда, и завтра, когда произойдет смена этого режима, мы на основе этих денежных движений, денежных средств получим доступ ко всем активам Нурсултана Назарбаева. Молодец Карим, капкан захлопнулся, он на самом деле обнаружил, что называется, свои же деньги, которые крали его же ближайшие помощники. Помните, как следователи говорили, важно, чтобы в процессе следствия не вышло на самих себя. Так вот, их следствие привело к тому, что они по кругу вернулись своим же деньгам, которые они ранее украли, и их же арестовали через английский суд. Вот, собственно, цена вопроса, цена заявления на Султан Назарбаева, который якобы Мухтар Аблязов украл 7,5 миллиардов долларов. Я хочу сказать следующее, когда Назарбаев рассказывает о своих успехах, о том, что он такой добрый, я хотел бы вам, уважаемые друзья и молодежи, напомнить, что в стране нет оппозиции, нет независимых партий, нет свободных средств масс информации, все под контролем Нусултана Назарбаева, все оппоненты убиваются. Вы помните, как был убит Замамбек Нуркадилов, который якобы три раза в себя стрелял? Вы помните казнь Алтенбека Сарсимбаева, известного оппозиционного политика со своими помощниками? И Нусултан Назарбаев, когда говорит, что пожалуйста, они могут вернуться в страну беглецы, и нет проблем, тогда спрашивается, а зачем заочно Нусултан Назарбаев мне судебным решением оформил 20 лет тюрьмы? Зачем Нусултан Назарбаев придумывает разные обвинения, как заказ на убийство, и дает заочно пожизненно, чтобы потом эти так называемые беглецы, как он говорит, вернулись в страну, и ждали, когда он их помилует, зная, что в стране не работают суды, ничего. Мы все прекрасно знаем, как этот добрый Нусултан Назарбаев в 2011 году, в день независимости, 16 декабря, дал приказ на расстрел мирных жителей. Десятки людей были ранены, только по официальным данным 17 человек было убито, но мы-то знаем, что там было во много раз больше убито. Это были мирные граждане, которые просто стояли на площади. и это мы должны все забыть. Я видел там некоторые комментарии, которые говорили, ну, скорее всего, это подставные люди, нурботы, так называемые, которые говорят, да, согласны, но вчера я видел миллионные просмотры на Тенгриньюз, которые контролируют Карим Масимов, тысячи негативных комментариев в адрес Назарбаева. Когда он говорит об украденных миллиардов, давайте вспомним, что у него капитал минимум 200 миллиардов долларов, и это все попало к нему в руки, когда он был на государственной службе и должен был получать только заработную плату. Его зитя, его дочери, которые никогда не работали в бизнесе, все миллиардеры, его брат сантехник, миллиардер контролирует контрабанду китайских грузов и масса всего, нефтяных там, медные месторождения, золотрудные месторождения, миллиардер, о чем говорит Назарбаев, о каких украденных миллиардов, когда мы видим, что за 30 лет он украл миллиарды у наших граждан, он украл наше настоящее, он украл наше будущее, он пытается украсть у меня лично, мою родину, он пытается это сделать, но у него это не получится, потому что я всю свою жизнь посвятил фактически последние минимум 20 лет борьбе против режима, я сейчас вижу, результаты своего труда я вижу, я вижу, что сознание людей изменилось, еще наступит короткое время, оно изменится окончательно, я вчера читал эти комментарии, видел, они все были гневные, обращены к султану Назарбаеву, кем только его не называли, все, что останется у шала, помните сказку Пушкина о рыбаке и золотой рыбке, когда рыбак вынужден был передать рыбке исполнить три желания, в итоге, в конце, эта старушка, будучи богатой и все прочее, осталась у разбитого корыта с ни с чем, так вот, когда Назарбаеву говорит про меня, что вот он уехал из страны 15 лет, он же добавляет даже сроки, не 15 лет, а 11 лет, ну что там бишь, уже совсем уже, что называется, даже в цифрах стал простых путаться, и он говорит, мог бы работать, хорошо мог работать, он знает, что я могу хорошо работать, и а вот видишь ли, уехал, что он там потерял, так вот, ну сам решить, вы тоже могли, вам история дала шанс, когда в 91-м году Советский Союз развалился, не в результате какой-то войны, борьбы за независимость, она просто с неба, что называется, упала, эта независимость, и вы не воспользовались для граждан нашей страны, вы воспользовались лично для себя, вы стали одним из богатейших людей мира, вместе со своими ближайшими родственниками, вы превратили Казахстан, у которого был мощнейший потенциал, стать одной из ведущих стран мира, когда даже Балтийские три государства, Латвия, Литва, Эстония, сейчас считаются средними европейскими странами, и доход на душу населения в 2-2,5 раз выше, чем у нас, эти страны, у которых ничего нет, они добились таких успехов, что такое их возможности, и наши возможности, то есть за 30 лет управления страной, когда мы могли построить страну круче, круче, чем Эмират Дубаи, вы сделали ее отсталой страной, у нас в основном необразовывало население, которое просто ждет подаяние 42 тысячи 500 тенге, чтобы выжить из месяца в месяц, вот во что вы превратили страну, и сейчас заслуженно, вы, как в той сказке, превратились жадную, как та самая жадная старушка, превратились жадного шала, когда вся страна вас проклинает, и очень скоро, очень скоро эти миллион людей придут и снесут вас с ваших дворцов, конфискуют ваши ворованные миллиарды, и тогда ваши памятники будут тоже снесены, во всех книгах вас будут проклинать, и ваша фамилия, род Назарбаевых, будет позорным именем, позорным пятном на истории нашего государства, это будет очень скоро, это будет очень скоро, просто прочитайте комментарии, что говорят о вас люди, зачем вам эти миллиарды, если вас проклинают миллионы, зачем вам эти миллиарды, которые у вас будут конфискованы, зачем вам все это, если все это будет втоптано, и ваши внуки, дети будут преследоваться новым правительством, новым демократическим правительством Казахстана, поэтому я отвечаю на султану Назарбаеву, я очень скоро вернусь в страну, буду работать на страну, я буду добиваться своими сторонниками, соратниками, чтобы эта страна стала одной из ведущих в мире, когда вы говорите, что нужно 10 костюмов, 10 раз сходить в ресторан, в гамбургеры, это все примитивно для, я так скажу, для не очень развитых людей, мы построим крутую страну, когда вот все то, что я озвучил, передавая наука, образованные люди, сильно развитые государства, мы это построим, и для нас всех будет урок, урок, что мы не должны терять контроль над властью, мы должны реагировать на таких преступников немедленно, и не позволять им садиться на шею народа, мы это очень скоро добьемся, так что Нурсултана Абишевича это только часть того, что я сказал, я вам благодарен, что вы вчера в этот день для вас очень значительный вдруг вспомнили, чтобы я вам ответил, я сказал этой молодежи, какой подлый человек и лживый руководить нашей страной, потому что каждая фраза его ложь, и эту ложь наши люди видят, когда видят ваших детьев, ваших дочерей, которые рвутся к власти, не борются, рвутся, потому что они не борются на улицах, не убеждают народ, они приходят туда, потому что вы их туда сажаете своей рукой, и к народу это не имеет никакого отношения, так что Нурсултана Абишевич, вот такая вот ситуация, вы жадный шал, который сейчас действительно у разбитого корыта, миллионы вас ненавидят, миллионы знают, что вы лгун, миллионы знают, что вы преступник, и мы вас накажем, и я все время говорю себе, лишь бы он не умер, лишь бы все это произошло при его жизни, я надеюсь, вы смотрите за своим здоровьем, я вам желаю здоровья, желаю, чтобы вы дожили до того момента, когда все, что я сказал, сбудется. Аллах, Казахстан.